Российская Федерация подала межгосударственную жалобу против Украины в Европейский суд по правам человека. Сделано это в соответствии со статьей 33 Конвенция защиты прав человека и основных свобод. Данный шаг назрел уже давно. Сложившаяся обстановка на Украине не оставила России нового выбора, кроме задействования международных судебных инстанций. Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах, преследовании журналистов и средств массовой информации, систематических зверствах, чинимых в отношении жителей Донбасса в ходе так называемой антитерристической операции, которая развернута Киевом против собственного населения, а также пагубных последствиях действий киевских властей на население как приграничных российских территорий, включая водную благату Крыма, так и других государств, в пример в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, что повлекло катастрофу рейса MH17. Все содержащиеся в российском иске претензии к Украине подкреплены серьезным массивом доказательств, который был накоплен за эти годы. Данное взвешенное решение российских властей явилось следствием множества факторов. Во-первых, полного игнорирования международными структурами упомянутых нарушений прав человека на Украине. Во-вторых, продолжающегося нарушения Украины и своих обязательств, закрепленных международным правом, также собственной Конституции. В-третьих, неспособностью украинской правоохранительной судебной системы надлежащим образом расследовать данные, вопиющие факты. Российская Федерация имеет все юридические основания для возбуждения процесса в Европейском суде по правам человека, поскольку выступает в защиту европейского правопорядка. Он является основой системы ценностей Совета Европы, а правовой интерес в его поддержании имеют все государства и члены данной организации. Призываю международное сообщество обратиться, наконец, внимание на происходящее на Украине. Обращение России в ЕСПЧ нацелено, среди прочего, на предоставление суду всей полноты информации о творимых властями Украины или при их попустительстве в бесчинствах, ведущих к многочисленным нарушениям прав человека, гарантированных Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Масштаб проблемы с соблюдением прав человека на Украине также наглядно иллюстрирует большое число индивидуальных жалоб, поданных в ЕСПЧ, в том числе в связи с событиями на юго-востоке страны. Ожидаем беспристрастного и неполитизированного отношения ЕСПЧ к российской жалобе, а также досконального исследования судом, представленных государством истцом материалов и доказательств. Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД России